ребята всем огромный привет давно ничего не записывал и не выкладывал на канал сегодня хочу рассказать очередной самоделки в прошлом году собирал я снегоротор в этом году он отработал все нормально чистил снег все хорошо видео есть на канале ну а летом стоит двигатель от него как бы без дела он году простояло лето ну и в этом году поэтому в эту зиму собирал мини трактор чтобы использовать этот двигатель саму сборку трактора я не записывал то как-то никогда было ну и рассказать сейчас вот собрать надо весь покрасил рассказать кое-какие нюансы вот такой агрегат у меня получился как бы разобранным видео он сейчас красил его вот его рама с мостами коробка крепления для коробки для двигателя сам двигатель ну и рулевая вот все части которые от него есть но сидушка лежит я хотел рассказать много в интернете спорят по поводу мостов как их правильно делать сейчас по порядку немножко расскажу ну укорочение мостов все как обычно лишний вырезается под нужный размер делается что касается полосе полося я сваривал сваривал их разрезал посередине затачивал как зубило одну и вторую делал зажимал в уголок и заваривал сначала одну сторону пройду переверну зажиму угол в другую ну и постепенно заваривал заваривал пока круглое не получилось ну что касается мостов принципе про них шибко рассказывать ничего а вот что касается как их обрезать то есть все спорят делать по центру хвостовик либо одинаково отрезать с двух сторон и оставить его как есть то есть сам чулок будет по центру а хвостовик он смещен маленько я переделывал мог вот это вот все раза два по нескольким причинам первое скажу если оставлять мост как он есть то есть чулок делать по центру а хвостовик будет смещен то есть делать можно хоть так хоть так но если оставлять вот так как у меня то мосты должны быть расположены на одинаковом расстоянии от центра скручивания так как если одна будет дальше то шлицевая будет не хватать шлицевая слишком большой будет ход шлицевой надо будет длинную шлицевую искать вот так то если вы хотите какой-то мост дальше а другой ближе делать то хвостовики надо делать по центру по центру рамы я чертил на листочке чертеж делал все углы повороты сворота то есть вымерял и получилась вот такая вот история что как бы мосты если разные разную длину делать то хвостовики надо делать по центру если делать одинаковое расстояние от центра перелома то можно оставлять и так ничего не меняется чего еще касается да все тоже спрашивают как ставить мосты очень просто ставите вот в таком положении мост рядом ставите двигатель он у вас расположен как у меня спереди то есть этим ну кошки вам будет он вперед вот так вперед его и ставить в какую сторону крутится двигатель что в ту сторону будет и крутится мост коробка тут имеет значение не имеет она крутится в таком же положении как и будет крутиться двигатель какую сторону крутится двигатель в ту сторону будет крутиться коробка и мост принципе все будет крутиться в одну сторону поэтому просто проверяете куда крутится мост ну и смотрите какое направление если не в том значит мост переворачиваете ну я не переворачивал мост потому что это надо будет сапуны и пробки все это переделывать смысла в этом не вижу я просто вот здесь его выпрямим вот эту часть и просто переворачивается хвостовик просто и переворачиваешь амаз остается как есть я думаю так проще чем переваривать все эти пробки что касается моих переделок я как бы тоже на ютюбе посмотрел тоже смотрел многих блогеров людей слушал как что все это делают из российских практических запчастей там у вас что там у вас там что еще он мы тут на сахалине как бы таких у нас запчастей нет у нас в основном все японская поэтому мосты японские коробки японские двигателя китайские хотя можно японский тоже поставить и я столкнулся с такой все как бы посмотрел на ютюбе сделал выпрямил перевернул как советую это сам даже не посмотрел ну как бы покрутил там думаю коробка туда-сюда ну вроде бы крутится туда же все сделал первый раз первый раз сделал когда мосты все поставил приварил короче раму можно сказать создал собрал когда начал делать кардан вот тут у меня получилось у меня задний мост был дальше передний ближе или на нет задний был ближе а передний дальше то есть разные расстояния вот тут я столкнулся с проблемой сборки кардана тогда я уже сделал рисунок и начертил все углы переломы которые возможны и маленьком масштабе и мерил как меняется то или на длина и оказалось что самый лучший вариант если не меняешь то есть не ставишь по центру то надо одинаково делать расстоянием ну все отрезал мосты опять их переварил на нужное мне расстояние сделал поставил начал собирать коробку то что-то начал крутить оказалось что у меня крутится в другую сторону все двигатель просто стоял на снегоротаре зимой поэтому как бы так на него посмотрела крутит туда ну и в голове как бы советом представила обращение ну все крутится в обратную сторону как так вроде бы сидел как ну люди советуют оказывается японские мосты эта машина переднеприводная карданом то есть основное передний привод а задний кардан как задний мозг как вспомогательный и редуктор установлен который выведен на задний мост он обратного вращения получилось что мост у меня обратного вращения не по часовой стрелке а против часовой стрелки вот тут опять пришлось отпиливать переворачивать чулки уменьшаете высоту длины высоту ближе делать чтобы здесь тоже есть такой нюанс максимально ближе надо делать кардан ну к узлу перелома то есть максимально примут сколько можно сколько позволяет я тоже укрутил вертел но оставляешь где-то ну сантиметров 45 вот кардан здесь а вот расстояние этого достаточно что еще что касается по рамам видите у меня передняя рама ниже чем задняя это значение не имеет я мог ее сделать и в центре вот здесь и вот но я ее сделал намного ниже чтобы но залазить было удобно чтобы она не была такая высокая у меня получилось практически можно лежит на мосту почти лежит на мосту из-за кардана там сантиметра полтора наверно пришлось добавить ну и так даже удобнее то есть где ты залазишь тебя пониже ну а задняя часть она на подшипники здесь на этом ступичном то есть она как бы по центру уже идет хотя ее можно было тоже опустить сделать там выступ какой-то можем было так еще сделать принципе парами рама у меня со швелеров сделано были у меня такие швелера они 6 миллиметровая толщина у них довольно толстые такие они были не длинные куски ну здесь спереди пришлось доваривать сзади как бы ничего не доваривал показе 150 швелер здесь 110 швелер узел перелома у меня тоже японский это с автобуса японского автобуса мосты бонги он довольно крепкий потому что это идет и на джипах и везде единственное переваривать пришлось вот эту нижнюю часть сошку вот это вот она длинная была ну еще как видите у меня шаровые стоят как бы неправильно по сути стоят они должны либо быть в разные стороны либо наоборот стоять чтобы упиралась и но я думаю здесь не разобьет так быстро все это но не заменяется если чего можно заменить эту шашку тоже приварил с какой-то машины со ступицы срезал приварил рейка у меня стоит рулевая рейка колонку ставить не стал тоже смотрел колонки как-то неудобному сделал рейку обрезал ее но на длинная была максимально отрезал эту сторону сколько можно чтоб там шток который выходит не мешался здесь и вот пыльник и тяга по стандарту как на машине вот такая утром а получилось тормоза передние оставил только как бы колодки оставил оставил гидравлические сделаю тросики эти по убирал ручники трубки протянув потом когда уже соберется сейчас не его не лазить там под ним мучиться там протягивать еще что-то подгонять коробка у меня крепится вот на такой пластине как бы она осталась я не стал ничего менять на ней так как решил оставить сделать на ней полноценное сцепление выжимное тоже будет гидравлическая это маховик от него от автобуса от этого тоже это mazda bonghi у меня коробка это маховик с двигателя я взял автомобильную ступицу говорил ее сюда взял привод который идет с этой ступицы привод отрезал сделал флянец посадил его на болты а флянцы уже приварился вал который вставляется в подшипник с этой стороны ступица уже которая держит колесо ну и гайкой здесь заворачивается получился вот такого маховик правда тяжеленный сразу толстым тут была набита шестерня у меня стартерная я ее сбил подточил здесь и конус сделал с этой стороны а с этой стороны приварил полоску загинал аргенал обварил ее и под ремень у меня получилось здесь и место как раз ровно все в коробке ничего не трет не мешается то есть подошел хорошо хотя тут можно было даже еще и проточить не точить нечем токарок у меня нету все это собирается без токарки без каких-либо токарных работ поэтому все однако ну плазморез есть потом кружки еще что-то вырезать подобно ремень у меня профиль c принципе как и на снегороторе стоит ну такой ремень такой серьезный ремень плюс у меня сама полна здесь сцепление стоит центробежная на самом двигателе это делал со ступицей автомобильной тоже видео есть на канале как она делалась поэтому если кому интересно ищите смотрите ну и все в принципе парами вот это вот все что здесь основное дальше почему у меня вот именно эта коробка решил я поставить японскую хотя у меня была вазовская но не стал ее ставить или там ремонтировать надо а японскую я просто в этом году на своем вездеходе менял раздатку вот эта раздатка которую снял это раздатка она просто раздает на передний задний мост мне нет ни пониженных не нейтрал от ничего она обычная просто в этот раз я когда уже поиспытывал вездеход без пониженной плохо поэтому заказывал коробку вместе с раздаткой раздатку поставил в этом году тоже на вездеход коробка осталось решил ее применить единственное что здесь раздатку когда снял пришлось сделать вот такую вот крышку сюда крышку здесь и делать вал конечно видео не записал как все это делать но здесь выходишь лицевая ваш лицевой и муфта соединительная и раздатка соединяется от этой вот муфтой то есть снял и вот остался этот вал здесь я выходил вал даже не выходил вал здесь ты от вилки переключения то есть само переключение коробки было на раздатке сделано туда все запчасти я по выкидывал они там не нужны были мне но здесь остались сюда во все это применил все эти запчасти сделал такую крышку с пятерки металла металла здесь сделал еще одна дополнительная как бы такая по высоте чтобы там расположены вил вилки и переключения передач вал сделал как видите у меня и жесткая звездочка и здесь стоит вторичный вал вот и за вот такой вот второй есть вот такой вторичный вал я получается его обрезал вот здесь а вот в этом месте вот до подшипника здесь и получается втулки выбил и внутри получилось на 20 взял шток от амортизатора на 20 приварился его туда к валу шток ну то есть в аквалу приварил его а шлицевую приварил сюда потом а дел это все здесь и получается вот гайкой наша штока закручивается гайка за звездочка закручивается по стану пуча было одевается звездочка гайка закручивается здесь стоит резьба торчит ну шток от амортизатора и закручивается гайкой здесь крышки сделал подсальник и от сальнику здесь его бегает принципе все нормально получилось и коробка переключения если надо кому подробно я расскажу как это сделано в принципе весь этот механизм был придуман включаются передачи влево вправо то есть механизм изнутри который был вот его переделал остался вся эта вилка поставил для цепи как видите два ролика натяжные почему два потому что он же ездит и взад и вперед чтобы цепь где ослабляется туда и подтягивала то есть ослабляется здесь подтягивать сюда они на пружинке здесь и вот так вот двигаются принципе такие независимые но между собой вот они соединены и подтягиваю себя цепь рулевое тоже с мозга нам не просто стоит донор я вот с него беру тоже была колонка сколько надо пилил крепление оставил даже заводское верхние с регулировкой ну и снизу крепление там сделал чтобы его прикручивать моды в принципе все детали у раму с уголка с профиль тут делаю сделал ее цельную она полностью снимается чтобы поменьше детали было на 6 болтов крепится в принципе болты на коробке вот крепятся сколько там всем по моему меня там 60 рулевая ну и сидушка все все болты и он собраны как бы на ходу останется только потом сделать уже ну это что соберу его и уже тут газульки сцепление тормоз там крылья капот и ну тоже облицовка все постепенно буду делать главное его поставить на ход ноги колеса у меня стоят нивовские у отца там сарае нады был колеса хотел еще у вас русские поставить ну когда у вас вас не собрала монстр конечно на них получился поэтому слишком большие колеса не стал их с них делать отец отдал резину титаны 15 тоже были у меня сверловка только разные пересверливал и все вот барабане пересверлил другие отверстия шпильки забил под диски сделал звездочку покупал в китае нашел такую что как бы мне даже не пришлось и дырки мне делать выбрал именно под кардан здесь меня на 83 звездочку как раз такую нашел на 37 зубов она мне и под кардан здесь и как раз ровно на просто прикручиваться не все все сейчас соберу камеру оставлю включенный буду собирать посмотрите как это все собирается а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok